всем привет вы на канале корпорация зеленая планета давно я не снимал видео не было времени вот и сегодня я хочу вам рассказать показать вот я сзади меня стоит домик я его приобрел с аукциона кто не знает беларуси можно продавать пустую по вернее покупать пустующие дома за одну базовую величину если на нее более одного человека желающих на этот дом то проводится аукцион с начальной ставкой 37 белорусских рублей и далее надо будет из случае выигрыша покрыть расходы аукциона это где-то около полторы тысячи рублей то есть он уже сразу в разы становится дороже вот ну а если дом никому больше не интересен вы покупаете сельсовете за 37 белорусских рублей моем же случае был аукцион я заплатил за проведение аукциона 1800 рублей плюс ставку выигрышную ставку за этот дом девять человек участвовал аукционе очень большой ажиотаж был на этот дом вот но тут места тут как говорится окраина белорусской пущи через поле уже белорусская пуща начинается места красивые деревня практически не желая 6 человек живет постоянно остальные как бы дачники ну что давайте посмотрим что я прикупил вот здесь вот как бы получается главный вход но это все надо переделывать потому что долго никто не жил и но потихонечку начала разваливаться ветром выдала с веранды это тут вот пол не с крыши он там вот капало это я уже немножко проспиливал чтобы посмотреть что там творится вот капало все сюда на пол все посгнивало это все надо переделывать вот но так в остальном принципе все нормально все живое покрасить поделать будет супер он сразу лес через дорогу грибы и ягоды олени говорят ходят здесь большие это летняя кухня уже не достроенная вот все что было на участке когда участок мой сейчас покажу начинается это напротив это бывшая школа школа была когда-то вот этот домик вот уже выкупили но не живут только летом приезжают я тут немножко пока грябицу натянул с этой стороны пока временно так скажем так чтобы было видно что кто-то тут начинает что-то делать вот свет уже подвел ну как подвел ящик поставил установил в дом еще не завел в дом еще только он через угляните так его начинается мой участок вот отсюда вот он для забор стоит это уже как бы соседа тоже не живет как дачный домик а вон там за поле видите уже вот это вот это уже белорусская пуща начинается вот и вот участок мой начинается вот отсюда и ну сейчас покажу вот отсюда вот начинается получается вот этот вот лес все надо вырезать вырубить это все мой участок хоть и здесь как бы забор получается стоял раньше потому что здесь тоже раньше доме так понимаю был но когда я оформлял землю то вот это вот все мне приписали к моему дому то есть получается вот это вот все это вот такой вот домик симпатичненький крыши не протекает все отлично ну залазил на чердак все хорошо вот это вот все дальше все мой участок колодец уже тоже не знаю даже есть там вода или нет смотрим о стрёмно что то есть и очистить даже не буду засыплю потому что буду сквозь ему здесь бить колодец без надобности и вот как будто тоже забор но это все равно это как бы вот этого дальше все продолжается вот этот лес это все продолжается мой участок это тоже погреб мой тут конечно заросли капец все это надо как-то будет пока еще не распустилась надо это все будет послезать и вот дальше идем 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 тут немножко на участке получается вырезать перепахать выровнять в общем работа еще куча ничего потихонечку буду делать вот с этим поле переходишь он там он березки там говорят бобры живут чем раз туда не ходил там где-то какой-то и ручей или что канала и вот это все вот кругом лес так ну вот это вот все дальше сюда заворачиваем идем по дороге в общем как дорога идет он мой дом получается это вот все часто общей сложности пол гектара 50 соток получается вот такой вот участок в таком вот красивейшем месте чуть-чуть поближе лес был бы мы хотя так нормально хоть зверьё не будет лазить вот он там он пруде сейчас подойдем еще у меня такой участок здоровый пол гектара в общем до конца не пойду уже это вот все это вот этот лес все это надо будет повырезать вот там вот это вот поле оно тоже как бы при желании хочешь бери саде но официально оформим вот оттек вот деревьев вот вот этот кусок и вон там забор начинается и вон мой дом там заросли хоть надо вырезать так вот на этом поле при желании бери саде что хочешь обрабатывать то есть вообще без проблем гектар и не знаю сколько гектар сотни гектар бери обрабатывать бери обрабатывать любого желания вот такой вот прудик здесь еще есть маленький его расширю геню экскаватор почищу его пригоню экскаватор расширю еще запущу рыбу раков вот такая вот красота тишина души спокойствие вот эти вот все дома которые виднеются это все получается дачники постоянно здесь никто не живет в этой стороне в моей стороне только там в конце самом конце один человек живет и в той стороне там 2 или 3 семьи тоже там в общей сложности по моему 6 домов которые живут на постоянно деревня большая такая нормальная деревня вот но уже мертвая то что мертвая ну дачный поселок уже считает вот этот вес все вот это вот это надо будет вырезать не знаю справлюсь в этом году или нет но тут просто кошмар потихонечку буду резать до осени вырезу вот я уже тут прошлого я купил прошлом году но только вот сейчас начинаю что-то буду делать такой еще вот погреб тоже здоровый глубокий с камня в общем работа хватает но я не жалею ни капельки что купил деньги получилось кусок земли вообще ни о чем здесь здесь это поскладывал сам забор который на дрова пойдет такой вот в сарай с деревянным полом кто-то тут кто-то тут был жил такое еще загон и даже не знаю кто тут кони были ли овцы или что тут было непонятно ну сара еще хорош и крепки и вот тут тут уже свинарник бетонный пол уже свиней держали ну и я наверно заведу уже все сделано утеплить немножко стены только а то он дырки фике сквозные пакля было наверное что там забито со временем уже такой вот сарайчик бетонный пол то есть слив дальше идут тут такие пристройки тоже это все надо разбирать тут я так понимаю курятник был тоже сгнила все это разбирать буду даже наверное сегодня это сейчас начну это все делать диваны подоставал старый дом тут сзади вот такой вот вход бассейн два погреба больших глубоких тут и тут я потому что люки как-то не очень я по накладывал чтобы не провалиться случайно здесь большие как это называется все не кладовка большая такая тоже все живое все крепкая соль держали ли кого там такая вот кладовка дров по навозил не такие только были такая вот русская печь отличная русская печь я еще стоплю я уже тут нет матраса пока такие пушки закинул на них лежал грелся картина крестик стоят тарелки не нашел я этих кружочков чтобы закрыть полностью это вот не было вот этой вот штуки я ее бы у меня была лежала его положила вот кружочков не было до конца поставил пока тарелки дымила такая вот комната это боя начал обдирать хочу ободрать полностью до дерева дерево зачищу наверно скорее всего и покрашу лаком там ничем нибудь чтоб структура была видна такая вот красивенько было посмотрим еще точно не знаю вот такая группка стоит все работает уже проверял посреди комнаты но тоже посреди комнаты я может ее разберу потому что как-то тут посреди комнат и не очень хотя может быть и нормально это получается как бы кухня там зал здесь спальня тоже группка тоже тут меньше обшел от шелушина андрея тоже сейчас тоже топлив немножко конечно надо подделать это вот все вот так работает будет тяга такая хорошая иконы были в доме я их и оставил честно и буду делать поможет только пусть висят на своем месте здесь уже как бы выход я не буду открывать плохо закрывается здесь выход уже как бы на веранду тоже тут поддирал все дерево все хорошие и ничего никто не грызет вот там выход на веранду коридор пришел с улицы тут как бы разделся разгулся и пошел хочешь хочешь на кухню сразу хочешь сразу в зал либо в спальню сразу нужно то есть получается две комнаты ну зал большой кухня либо проходная получается между залом и спальней но это все можно обходить по тому коридорчику то есть ты можешь зайти в кухню вернее с кухни в зал либо в спальню а можно с коридора то есть чтобы не ходить через кухню например если надо зала в спальню можно пройти через эту дверь напрямую из коридор тяга хорошая все работает хорошо в общем я решил остаться переночевать сделал себя такой вот топчанчик русской печи печка топится будет тепло я надеюсь хотя почему бы нет группу тоже топлю тоже будет тепло что уже в принципе тепло сейчас надо приготовить нехитрый ужин на плите на печи досточки ничего нет у меня нашел тарелку помыл сейчас будем что-нибудь что и мы имеем яйца сало делаем яичницу досточки досточки Продолжение следует... 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 Продолжение следует...